Средневековые богачи были готовы отдать многое за философский камень. Согласно обещаниям алхимиков, он мог превратить золото в любой металл и быть главным ингредиентом эликсира жизни. Сейчас мы с иронией смотрим на необразованность и наивность людей средневековья, но сильно ли мы отличаемся от них? Не мечтаем ли мы о том, чтобы разбогатеть или никогда не болеть? Мы остались прежними, с теми же страхами, мечтами и потребностями, что были у людей и 500, и 1000 лет назад. Только вместо философского камня современные манипуляторы предлагают нам гарантированные схемы заработка, духовного преображения, уникальные товары с невероятной пользой и эффективностью. А от нас не требуют никаких усилий, только лишь, например, вот заплатить. Какие приемы они используют? На какие слабые места давят? Как распознать и обезвредить манипуляцию? И как использовать их приемы в своих целях? Подготавливая вот этот ролик, я столкнулся с блокировкой контента. И, честно говоря, был растерян. Мне пришлось воспользоваться VPN. Возможно, вам и не приходилось сталкиваться с блокировкой сайтов, но современные качественные VPN не ограничиваются лишь этим. Интересно узнать подробнее? Тогда предлагаю вам Surfshark. Помимо высокой скорости подключения, эта VPN легко устанавливается и работает на неограниченное количество устройств при покупке всего лишь одной подписки. С помощью нее вы всегда сможете получить доступ к закрытым потоковым сервисам вроде BBC, iPlayer, Hulu и других. А пристанное внимание к защите данных поможет вам избежать утечки и определения вашего местоположения. Ну а если вы путешествуете, то с помощью Surfshark вы сможете избежать ценовой дискриминации при покупке, например, авиабилетов или аренде авто. Этот VPN поможет вам находить самые выгодные предложения, а также избегать блокировки банковского счета и свободно пользоваться им в поездке. И да, по промокоду МЕНТАЛ вы получите скидку 83% и 3 месяца подписки абсолютно бесплатно. Более 3000 серверов, защита от аварийного отключения, современные протоколы защиты, автоматическая блокировка вредоносных веб-сайтов и многое другое ждут вас по ссылочке в описании в самой первой строке. Возьмем в качестве примера кришнаитских послушников. Одна из их обязанностей вне храма – предлагать священные книги, буклеты, аудио и видеозаписи на улицах. Оговорюсь, я не хочу вешать на кришнаитское сообщество ярлык манипуляторов. Как же послушник добивается пожертвования? Во-первых, он не предлагает человеку купить эти книги, а позиционирует их как подарок. Подарок не воспринимается как товар, поэтому наладить контакт с незнакомым человеком на улице намного легче. После того, как мужчина берет в руки дары, ему предлагают сделать пожертвование. Пожертвование не воспринимается как плата, скорее как добровольная благодарность послушнику за то, что он подарил книги. Таким образом, с помощью подарка послушнику удалось сначала наладить с человеком контакт, а после получить от него денежное пожертвование. Но актуальна ли эта манипуляция сейчас? Маловероятно. Все чаще ее используют вкупе со следующей. Привет! Я автор ютуб-канала Скаммерс, и сегодня мое синее личико поможет Сергею поведать тебе о манипуляторах и их манипуляциях. Итак, если ты занимаешься прямыми продажами на дому, то у меня для тебя плохие новости. Жизнь твоя, скорее всего, не сахар. Хотя, наверное, ты это знаешь и без меня. И помяни мое слово. Однажды наступит день, когда тебе понадобится соль, но соседи дверь тебе предпочтут не открывать. Ведь ты у них ассоциируешься исключительно с оверпрайснутыми китайскими пылесосами и фильтрами для воды. Так вот, многие таким продажникам даже не открывают. Но есть и такие, кто готов поговорить и, возможно, даже впустить незнакомого человека к себе в квартиру. И каждый раз будет одна и та же схема. Встречайте. Встречаем. Но прежде напомню, что каждый адекватный человек старается быть последовательным в своих действиях. Сделав один выбор, ты должен ему следовать. Твое поведение должно иметь логику и даже некоторую предсказуемость. В итоге из-за этого жертвы манипуляторов становятся рабами своих слов и действий. Итак, представь себя на месте героя данного сюжета. Первая ошибка заключается в том, что ты впустил в дом незнакомого человека. И, к сожалению, впаривает он тебе не Библию, а какие-то духи. Вторая критическая ошибка. Ты взял товар в руки. И дай бог, чтобы тебе хватило ума его не распаковывать. Держите, это вам. Вот радость вам в дом. Кто спросит, 25 рублей в магазине стоит. А вас поздравляю. Вам в качестве рекламы. Поздравляю. А твоя вежливость и фразы по типу, да, мне все нравится, спасибо вам, сударь, по итогу сыграют против тебя. И манипулятор будет этим пользоваться. Сетевые продаваны никогда не попросят тебя прямо оплатить товар. Кто спросит, коррекция в магазине стоит 1270 рублей. А вас поздравляю, поздравляю вас. Нам вот бесплатно дают. Нет, бесплатно мы не вручаем. Как, вы сказали, что бесплатно. Я же не говорил бесплатно, а то вы же меня не внимательно слушаете. Так я правильно, так я для этого и снимаю, я всем похвастаюсь. Он скажет, вы этого достойны, вы это заслужили, я вас поздравляю. Но вспомни, как лиса восхищалась пением колобка. Так что платеж будет всегда. Хоть и косвенный, но обязательно будет. За вами минимум затрат, а это не 1270, а 220 за всю коллекцию. Они всегда будут опираться на твои боли. Увидят, что дома есть дети, значит будут давить на семейные чувства. Откроет дверь пожилой человек, значит настало время поговорить о здоровье и жизни после смерти. По какой же схеме работает этот мужчина? Первым делом он предлагает семье подарок, что позволяет ему наладить контакт. Я потом распаковку сделаю, это бесплатно, ребята, дарят все прям. Далее мы видим, как он передает его в руки и создает тем самым иллюзию обладания. Такой тест-драйв, который часто используют в продажах, это называется Tripwire. Подержав товар в руках, подругов его, протестировав, мы к нему как бы привыкаем. С помощью товара уже сформировались какие-то отношения. Поэтому тех, кто занимается продажами на дому, учат вручать товар прямо в руки. И конечно, чтобы создать уровень тревоги, постоянно подкреплять и поддерживать потенциального покупателя. Кто спросит, в магазине стоит 89 рублей. А вас поздравляю! Чтобы у человека даже не было времени и возможности подумать, следующий подарок складывают прямо сверху, образуя такую башенку. Мам, ложи на диван, что там держишься? Продавец никогда не предложит вам освободить руки, чтобы вы как можно дольше чувствовали товар своим. Хотя кажется, что он заботился о вашем комфорте. Но нет, это последнее, что его интересует. Лучший способ обезопасить тебя от попадания в такую околомошенническую схему – не вступать в контакт. Вы всегда можете вежливо отказать такому продавцу на дому. Но, скорее всего, он просто так не сдастся. Если вы скажете, что ничего не покупаете, он может ответить, что ваши соседи снизу или сверху уже приобрели целый набор товара. Но этот пример – лишь вершина айсберга мошенничества, которая своим навязчивым поведением дает нам яркий пример в агрессивных продажах. Обсудим еще одну манипуляцию, которую особенно сильно любят инфо-цыгане и достаточно часто используют в сетевом маркетинге. Ты можешь возразить и сказать, что да любой маломальский здравомыслящий человек сходу раскусит эту тему и никогда в жизни не станет связываться с финансовыми пирамидами. Но история и опыт говорят об обратном. И миллионы людей с промытыми мозгами инвестируют последние деньги в новый чудо-проект. И это еще в лучшем случае. Иногда же деньги и вовсе кредитные или под залогом родительского имущества. И примеров тому множество. Из недавних тот же Финика. Действительно, в здравом рассудке и трезвой памяти никто туда деньги не понесет. И уж тем более со святой наивностью зазывать туда своих родственников точно не будет. Но сегодняшняя тема не о человеческой тупости, а как раз таки наоборот. Итак, сначала человека нужно уговорить и завербовать. Но как это сделать? Давай посмотрим, как проводят типичное собеседование в нормальных компаниях. Ты приходишь, чтобы продать свои знания, умения, навыки и опыт. HR же в первую очередь старается убедиться в твоей человеческой адекватности. И скорее всего спросит тебя что-то вроде, кем ты видишь себя через 5 лет. Но согласись, он никогда не будет проводить собеседование следующим образом. Есть несколько вещей, над которыми нужно поработать. Конечно, наверное, ты так же, как и я, не математик, потому что я не создавал этот бизнес-план. Над этим работали профессионалы, люди, которые этим занимаются годами. Наша задача этот инструмент использовать и, используя его, зарабатывать с этим деньги. Интересно, а что было бы, если бы собеседница оказалась математиком? Подобные манипуляторы никогда не дают никакой конкретики. Они дают только рассказы о прибылях, о процентах и о том, что обязательно нужно будет посещать лекции, семинары и тренинги, чтобы работать в команде. И никаких профессиональных усилий, опыта или компетенций с вашей стороны, естественно, не требуется. Хорошо, допустим, мы можем списать этот момент на желание произвести впечатление и завлечь будущего продавана. Моя задача нарисовать ей картинку, чтобы она облизнулась. Хотя нет, это самая настоящая манипуляция. А если ты все-таки захочешь конкретики, хотя бы каких-то документов или, например, совершенно оправданно поинтересуешься легальностью, то тобою просто продолжат манипулировать. Что за компания, откуда продукт, есть ли сертификаты и многое-многое связано с понятием легальности, официальности. Ребят, в этой индустрии уже более 100 миллионов людей. Они улизнут от ответа и будут выкручивать как бы рядом, отвечая вопросом на вопрос. Станут пугать большими цифрами типа 100 миллионов человек в индустрии, но на вопрос так и не ответят. А манера их ответа и тон вовсю продемонстрируют, что твои вопросы вообще всегда неуместны. Тебя лучше помалкивать, потому что ты дурак, а еще лучше извинись. Как ты думаешь, когда человек возвращается с собеседования, обсуждает ли он свою потенциальную работу с близкими и друзьями? Конечно же да, но сетевикам это не по нраву. Они будут прямо критиковать тебя за то, что ты кому-то что-то рассказал. Ведь предсказуемо, что люди, которые наслышаны о репутации этой индустрии, попытаются тебя уберечь. И тогда сетевик начнет уже критиковать твое ближайшее окружение. Если сегодня у вас есть негативная точка зрения, задайте себе вопрос, с кем вы общались? Кто был источником информации, которую вы получили? Можешь смело сказать ему, что об этом тебе рассказал скаммерс. Спасибо за помощь, скаммерс. Кстати, ссылку на его канал я оставил в описании. Там вы сможете найти еще больше контента об уловках мошенников. Переходите и смотрите совместный ролик с моим участием. Сетевой маркетинг – популярный метод продвижения, реализации, заработка и трамплина для успешности. Так говорят их адепты. С сетевым маркетингом у меня своя история. 18 лет, как только я поступил в университет, я впервые стал участником этой системы, изучил изнутри методы их работы. Я наблюдал на каждой из презентаций используемые их триггеры для того, чтобы вписать в эту структуру другого человека, новичка, который хочет заработать. Недоговаривание, отсутствие деталей и дымовая завеса роскоши – осознанная стратегия. Дело в том, что сетевые маркетологи не собеседуют кандидатов. Они запускают нового человека, вербуют, вкручивают его в сетевой бизнес на эмоциях. Задача – поддерживать его состояние эйфории и не давать уходить, остывать. И для этого будет делаться абсолютно все. Поэтому все публичные сетевые маркетологи, которые в действительности не обещают заработок, а приглашают в свою пирамиду, так презентабельны. Дорогие машины, часы, хорошие костюмы, огромные арендованные залы. Они влекут роскошью, фотографиями из путешествий в Инстаграме. И мы становимся заложниками когнитивных искажений, иллюзиями качества, ошибки малых выборок и сверхобобщения. То есть привлекательное кажется человеку качественным. Он уже готов согласиться с тем, что сетевые маркетологи не врут о своих заработках. Далее он наблюдает, что все публичные сетевые маркетологи также богаты и успешны. Он еще ближе к принятию этой идеи. И в конце концов, из тех единичных случаев он делает вывод, что сетевой маркетинг – честная и престижная индустрия, которая позволяет зарабатывать. На своих вечеринках они будут дарить автомобили активным участникам, делать для них яркое шоу. Я личную часть в университете подрабатывал на одной из таких вечеринок. Все построено на эмоциях, а не фактах, примерах и реальных кейсах. Только эмоции. Причем не только люди из этой сферы используют такой триггер. Многие блогеры, различные эксперты и создатели инфопродуктов по теме заработка апеллируют теми же самым для собственного продвижения. Но не все. Не нужно вешать ярлык абсолютно на всех. Негативное восприятие демонстративной богатой жизни сформировали изначально те, кто использовал богатство как привлечение, а в обучении работал исключительно с эмоциями. Обычному человеку ближе же после этого воспринимать Марка Цукерберга, Илона Маска и других, кто одевается скромно, пускай даже если и являются чрезмерно богатыми, нежели обладатели таких же успешных бизнесов, но одевающихся роскошно и богато. Такие люди отличны от того шаблона, что сформировали так называемые инфо-цыгане. Термин, которого называют практически всех, кто создает какой-то свой продукт, и абсолютно не важно, что находится в этой оберке. Это происходит неосознанно. Человек сам не заметит, как стал частью их мошеннической схемы, ведь при выборе он забыл, что помимо публичных сетевых маркетологов есть непубличные, гораздо менее презентабельные. Ну а про то, что он стал частью типичной пирамиды понции, человек мог совсем не знать. Ведь статистически понятно, что зарабатывать смогут лишь те, кто находился у истоков. Я не халявший! Я партнер! Верно, Леня! Мы партнеры! АО МММ! Но всегда ли использование таких триггеров плохо? Важная деталь в слове «манипуляция» — это само слово, которое вызывает негативную ассоциацию. Но не всегда ее использование имеет такой же подтекст. Примеры ранее связаны с мошенническими схемами. Некачественный товар продается агрессивно, связанно с нарушением личных границ, как правило. Благо, подобный обман уже не так актуален. Почему? Потому что он стал проявляться регулярно. Вспомните, как в магазине на кассе вам предлагают докупить акционный товар. Если поначалу вы соглашались, то со временем это сошло на нет, потому что оно стало появляться слишком часто. Лечение крики по 41 рублю желаете? А, давайте, стороны, пожалуйста. Большая часть рекламодателей используют триггеры и когнитивные искажения с целью продвинуть свой товар. Но всякий ли товар имеет некачественное содержание? Конечно же нет. В условиях формирования потребностей и борьбы в конкурентной среде это способствует лучшему продвижению продукта. Первый урок в онлайн-школе, бесплатная подписка на несколько месяцев или возможность воспользоваться продуктом – это не только про уловки или манипуляции. Для продуктов и брендов это возможность привлечь нового потребителя, в первую очередь за счет качества предоставляемой услуги. Согласитесь, что прежде чем купить неизвестный продукт, вы хотели бы узнать о нем поподробнее, рассмотреть и пощупать его. Потому что отсутствие этой возможности может сформировать плохое впечатление о покупке и заставить вас жалеть потраченные на нее деньги. Можем ли мы говорить здесь о негативном подтексте? Нет. О негативном влиянии в случае, если вы торгуете одно, а получаете другое? Да. Надеюсь, вы уже начинаете понимать разницу. Что же в случае с сетевыми маркетологами? Как мы можем использовать их приемы во благо? И что они вообще используют? Самопрезентацию. Это очень важная для человека вещь. Не имеет значения, работает он по найму или на себя. И во многом благодаря этому навыку у сетевых маркетологов, которые занимаются мошенничеством, получается вовлекать новых людей в свой бизнес. Совсем недавно мы набирали новых сотрудников контент-отдел, и после обработки более чем ста заявок стало понятно, что многие люди совсем не умеют себя презентовать. Это важный момент, о котором забывают многие люди. Если человек позиционирует себя как программист, но в отклике на вакансию дает рекомендации по оформлению текста, а не работе программы, это заставит работодателя усомниться в его компетенции. Второй момент – уверенность в себе в своих действиях и позитивный настрой. Если вы часто жалуетесь или принижаете себя, это не делает вас плохим человеком. Однако справедливо заметить, что при таком поведении люди вряд ли захотят с вами сотрудничать. И третий момент – развитые навыки коммуникации. Без них вам будет крайне трудно вести какие-либо переговоры и даже презентовать себя, допуская ни в бизнесе, ни в профессиональной среде, в обычном обществе. Если вы забываете представиться человеку при встрече, не умеете поддерживать разговоры или просто боитесь общаться, очевидно, заключать какую-то сделку, договариваться, пройти собеседование или просто заинтересовать человека, будет крайне трудно. При этом недостаточно просто копировать чужую, как вам кажется, уверенную модель поведения или вести себя как этот человек. Важно выстроить свой уникальный стиль и развивать в себе уверенность и навыки коммуникации. Важно делать это гармонично, не прибегать к копированию. Мы рассказали о различных приемах манипуляторов. Теперь, когда вам что-то предлагают или продают, задайте себе вопрос – точно ли я это хочу? Точно ли мне это нужно? Почему я хочу? Зачем мне это? Вы не обязаны поддерживать коммуникацию с манипулятором. Вы ему ничем не обязаны. Это он заинтересован в коммуникации. Пусть это остается его проблемой. Ничто и никто не запрещает вам прервать контакт, уводить взгляд, отворачиваться корпусом, нажимать, выйти, покидать беседу, кидать в конце концов бан. Это экологичное начало прервания контакта, если вы не склонны обрывать коммуникацию резко. Если давят на внешность, вы не обязаны быть привлекательным или привлекательной 24 на 7. Если вы чувствуете, что вам что-то не договаривают, не бойтесь показаться глупым, вы имеете право задавать вопросы и что-то не знать или не понимать. Возможно, это не вы не поняли, а человек намеренно создал домовую завесу одних эмоций. Не забывайте о тех приемах, что мы обсудили сегодня, и наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дурках и быть на шаг впереди. Всего хорошего. Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука. Нет, не возьму. Почему вы отказываетесь? Не хочу. Вы не сочувствуете детям Германии? Сочувствую. А, полтинника жалко. Нет. Так почему же? Не хочу. Нет. Нет. Нет.